В силу интенсивной политической жизни нашей республики и нашего активного участия в ней, мы решили записать наше первое видео в подобном формате. Итак, с приходом Бату Хасикова на должность руководителя региона очень активно стала освещаться работа главы республики и его команды в социальных сетях. Так, 30 декабря 2019 года в социальных сетях Хасиков опубликовал пост следующего содержания. Подвели предварительные итоги реализации нацпроектов. На 27 декабря общее исполнение составило 84%. Окончательные цифры будут уже после нового года. Однако ранее, 4 декабря 2019 года, Хасиков публикует следующий пост. С коллегами обсудили ситуацию с реализацией нацпроектов. Большинство – Минсельхоз, Минздрав, Минприроды, Минцифры, Минспорта, Минсоциального Размития, Минэкономики – близки к стопроцентному выполнению. Больше вопросов возникло при оттверждении строительства социальных объектов образования, здравоохранения, культуры, дорог. Не адаптированный проект, увеличение стоимости проекта, проблемы с подрядчиком, не выполнение условий договора – все это можно устранить вовремя, если следить за ходом работ, погружаться в процесс взаимодействия со всеми участниками процесса. Важно знать, какие меры для их устранения принимались. Для меня это показатель эффективности. У нас в запасе есть еще декабрь, чтобы максимально отработать по всем направлениям. Рассчитываю, что к концу месяца показатели значительно улучшатся. И вот как раз к одному из проектов мы подготавливаем это видео. Национальные проекты на 2019-2024 года – это новые национальные проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году и разработанные по важным направлениям. 7 мая 2018 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. В рамках национального проекта «Демография» правительством Республики Калмыкия, а именно Министерством спорта и молодежной политики, был заключен государственный контракт номер 3М, предметом которого является выполнение работ по созданию реконструкции футбольного поля с искусственным покрытием или катлетическими беговыми дорожками, расположенному по адресу город Листа, 8-й микрайон, стадион Восточный. Сумма контракта составила 35 миллионов 88 тысяч 51 рубль и впоследствии сумма контракта увеличилась на 10% и составила 38 миллионов 116 тысяч 326 рублей. При этом срок выполнения работ по контракту составляет 40 дней со дня заключения. Победителем конкурса на заключение данного контракта подрядчиком является акционерное общество компания «Интерстрой». Согласно контракту и проектной документации, к 10 декабря 2019 года объект строительства должен выглядеть следующим образом. При этом интересно, что исполняющий обязанности мэра города Листы Трапезников успел попеариться на этом объекте. Дмитрий Трапезников проинспектировал ход работ, весь необходимый материал уже закуплен, ведутся работы по армированию ограждения. Городоначальник отметил, работа опережает заявленный график. Спортивная площадка между школами будет полностью благоустроена. Здесь появится дополнительное освещение, ограждение, реконструируется входная группа. К проекту подключены 4 субподрядчика, чтобы успеть сделать закладки до зимних морозов. Кроме этого, следом за Трапезниковым, 28 ноября заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Ирина Шварцман и министр спорта и молодежной политики Даржи Шикеев посетили строящуюся спортивную площадку на территорию стадиона «Восточный». Напомним, что Министерством спорта и молодежной политики Республики Калмыкия в рамках реализации национального проекта «Демография» к концу текущего года в Элисте планируется ввести в эксплуатацию объект «Футбольное поле» с искусственным покрытием и ликоатлетическими беговыми дорожками на стадионе «Восточный». Однако, побывав на месте строительства, мы увидели следующее. Как мы видим, на 1 января 2020 года указанный объект не построен до настоящего времени. Согласно правил формирования предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, бюджетом субъектов Российской Федерации, за нарушение невыполнения мероприятий по национальным проектам предусмотрена ответственность субъекта Федерации в виде штрафных санкций. Кроме этого, на заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию национальным проектам премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что за нарушение при реализации национальных проектов провинившейся может грозить уголовную ответственность. Он сказал, что национальные проекты – очевидно вознейшее направление деятельности нашей страны, нашей с вами работы и нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные последствия вплоть до уголовной и административной ответственности. В связи с этим возникает вопрос, если наше прорывное правительство не может проконтролировать и освоить контракт на сумму 38 миллионов рублей, то на что они способны вообще и кто будет отвечать за неисполнение в срок данного государственного контракта? Суперспециалист по закупкам Ирина Шварцман или министр спорта Дожиши Киев, чьей рукой подписан контракт? Таким образом, Бату Сергеевич, вопреки вашим прогнозам, к концу года показатели по реализации национальных проектов не улучшились. Уважаемые жители Республики Калмыкия, хотелось бы отдельно отметить, что данный проект является целиком и полностью проектом команды Бату Сергеевича. ЦАГО РЫБ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова